Сегодняшнее интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницким неожиданное. На мой взгляд, оно открывает новый, качественно новый этап развития нашей компании, а также мы берем его в помещении, в котором никогда не бывали прежде. Так ли это все, Анатолий Эдуардович? Да, это так. Мы находимся в помещении, где работает одно искусственное бюро, которое как раз проектирует эстакадную часть SkyWay и путевую структуру. И сейчас мы уже в последующих вариантах исполнения эстакад в Экотехнопарке и в адресных проектах, мы некоторые из них уже будем делать при использовании для струны не стали, а других высокопрочных материалов. Именно это я и имел в виду, говоря о качественно новом этапе развития. То есть, значит ли это, что когда мы используем, скажем так, традиционные материалы, ту же сталь, то расстояние между анкерными опорами три километра, когда мы переходим на современные, типа тех, которые начали испытывать сейчас, то уже пять километров это не проблема. Ну, анкерный опор здесь ни при чем. Нарисую схему работы, допустим, привисающей путевой структуры. Представьте, вот гора, там ущелье, вот гора. Мы ставим опору, это не обязательно анкерный. Это может быть и промежуточный опор. И с седлом, естественно, и есть путевая структура, которая натянута и пошла дальше. Это так называемая привисающая путевая структура. Провис под собственным весом при больших пролетах очень, может быть, очень большим. А формула, на самом деле, очень простая по определению провисов. QL квадрат на 8. Q – это вес погонного метра путевой структуры, L – длина пролета, 8T, T – натяжение, ну, при данной температуре. И видно, что L в квадрате. Поэтому, если мы пролет увеличим два раза, то провис увеличится в четыре раза. Если в три, в девять раз, да? А если в пять, то в двадцать пять раз. Если использовать, допустим, стальные конструкции, то провис может достигать сотен метров. Ну, если струну, струну, да? И здесь еще есть натяжение. Чем больше натяжение, тем меньше провис. Ну, здесь, правда, линейная зависимость. Но в стали расчетное напряжение, то, что заложено в мостах и нормативы позволяет, это порядок десяти тысяч килограмм на квадратный сантиметр. Это порядок. Там вот меньше, больше. И для того, чтобы у стали был где-то, ну, полуторно, полуторадвойной запас попрочности. Если взять высокопрочные материалы, их много, и кевлары, и уликопластики, там, наноматериалы и так далее, то там рабочими мог быть напряжение порядка пятидесяти тысяч килограмм на квадратный сантиметр. При этом важна характеристика цена-качество, поэтому, естественно, материалы не должны быть очень дорогими. Иначе мы построим безумно дорогую дорогу. Поэтому здесь выбираются не только прочностные характеристики, но еще и самостные, финансовая часть. Она тоже очень важна. И что еще важно, где же есть вот вес погонного метра. А у стали, ну, стали 9,75, это 8,75 грамма на сантиметр кубический. Или 8,75 тонны на кубический метр. А у высокопрочных материалов, композитов, объемный вес, ну, где-то в 4, в 3-4 раза меньше. Значит, мы увеличим, можем увеличить натяжение и уменьшить вес. И таким образом мы можем уменьшить прогибы, провисы на порядок. И там, где, если мы стали использовать в качестве струны, были бы сотни метров провисы, здесь будут десятки метров. И это позволяет проходить пролеты до 5 километров, а в отдельных случаях и до 7 километров. То есть можно идти, допустим, в горах по вершинам гор. И даже там высокие горы преодолевать, шагая по вершинам гор. Музыка. 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 Прекрасные новости, сенсационные даже, я бы сказал. Может быть, помимо теоретических объяснений, мы можем что-то увидеть в реальности? Да, результаты испытаний. Мы испытывали не только вот сам материал, видите, здесь он порван был, это крепление. Причем не то, что было стоять у нас в путевой структуре, это испытание. И в том числе и варианты крепления, клеевые, механический зажим, то есть мы это тоже испытываем. Видите, здесь порвалась лента, а здесь она вытянулась и здесь она вытянула. Понимаете, потому что здесь крепление другое. И это не знаю, что они такие будут крепления. То есть мы не все показываем и не всегда те материалы показываем. Мы показываем обычно то, что хуже, чтобы то, что лучше, не знали это ноу-хау. В том числе наши конкуренты этого не знали. Поэтому, естественно, мы не обо всем говорим и не все рассказываем. Но какие-то вещи общего плана можно говорить. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Желаю вам успеха на новом этапе развития компании. Ну, вам это значит нам всем. Призываю всех подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте нашей компании. И вообще поддерживайте наш проект. И вы, и мы вместе с вами никогда не умрем от голода. Строй SkyWay! Спасая планету!